Итак, всем привет, с вами ТопГай, и сегодня мы поговорим про Топ-10 вещей, которые абсолютно бесполезны в Хойке. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии, лайки. Ну а мы же переходим к нашему Топ-10. Итак, начнем. Топ-10 вот этой страны в три провинции есть свои собственные фокусы. Забавный момент, пожалуй, еще в том, что они примерно по размеру равны фокусам Германии, я бы сказал. Если, конечно, не считать альтоисторические ветки. И дальше у нас Топ-9. В Китае есть множество каких-то непонятных Китаях, хотя очевидно, что Китай только один, и играть нужно только за него. Соответственно, все другие страны просто бесполезны. И вот он, Топ-8. На Дании можно пойти в максимальные социальные расходы, убив себе просто всю промышленность и вообще все, что только можно использовать для усиления своей страны. В обмен на это вы получаете из полезного только темпы исследования. Рост оселения практически нет фактора, потому что у вас его и так мало. Ну и кому нужны фабрики, когда у вас нет заводов и на ваших заводах ничего не производится. Топ-7. За Советский Союз можно поставить и офицеров, которых вы позже расстреляете на историческом фокусе. Если вы об этом не знаете, то это может оказаться для вас очень интересным сюрпризом и абсолютно бесполезной в итоге траты политики. Ну и Топ-6. Это новые ивенты в Финляндии во время Северной войны. Запрет на танцы. Увительные рассказы про снайперов. Ну и конечно легендарный ивент на спасение детей. Даже так геймплейно важно. И в общем-то все, что они тут добавили. Ну и пятое место в нашем рейтинге занимает Италия. Я думаю здесь комментарии просто излишни. Топ-4. Можно инвестировать деньги в Грецию. Самая худшая инвестиция, пожалуй, нет. Ровно там же находятся инвестиции в Турцию. В общем также абсолютно бесполезно. Ничего не дается в ответ. Просто так потерять немножечко промышленности. Спасибо. Не надо. Топ-3. Вы можете нарастить торговлю с Голландией за Германию. В теории через 10 лет вы можете получить Голландию, которая пойдет по фокусам. Но это не факт. Вам в союз. И в теории через еще лет 10 вы возможно получите из этого какой-то профит. Ну или вы играете нормально и вы просто захватываете эту страну до того, как вообще эта механика начнет работать. Действительно одна из самых бесполезных механик. Топ-2 в игре можно капитулировать самостоятельно. И раньше здесь вообще можно было в теории замириться. На самом деле никогда вы не могли замириться. Ну и топ-1 нашего списка это вообще какой-то бред. Французская армия, ребята, вы сейчас не поверите, может в этой игре атаковать. Зачем им добавили эту функцию и как это вообще должно работать, не знает никто. Ну а на этом, пожалуй, все. Если вы хотите увидеть еще ролики подобного жанра, пишите об этом в комментариях, какие-то темы. Также обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, чтобы не пропускать другие интересные и полезные видео. Ставьте лайк, оставляйте, как я и сказал, комментарии. В описании ссылочка на дискорд, бусте и твич. До скорой встречи, ребят. Всем пока.